Не каждый день в Казани увидишь автобус с именем Ломоносова. За 10 дней 40 старшеклассников на нем проедут тысячу километров. Четвертый год подряд современный ломоносовский авоз прокладывает новый шелковый путь. На этот раз на карте Уфа, Челны, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород. На Казань три дня. Сегодня экскурсия в Каи Дарья Дубовицкая из Самары давно решила связать жизнь с авиацией. Теперь казанский вуз в списке приоритетных. Я никогда не могла представить, что у меня появится желание обучаться в Казани. Посещаем производство и я понимаю, что мне в принципе комфортно находиться в Казани. Татарстан представил 80 проектов. Выбрали один о вкладе столицы, республики в великую победу. Становишься более раскрепощенным, учишься не бояться выступать на сцене. Говорят, режем красный брод. А кто-то уже задумывается о патенте на планер. Тимофей Севастьянов мастерил его в тайне ото всех. Она отлично подходит для обучения, поскольку у нее низкая скорость, большая устойчивость. Самое интересное началось в лабораториях. Разноцветные жидкости и порошки привлекли всех. К примеру, вот в этой 4-литровой канистре практически 20 килограммов бронзового порошка. Используют его вот в таких 3D принтерах. Организаторы думают о новом шелковом пути. Посвятят его 75-летию Великой Победы. Он будет называться Ломносовский обоз Грозный Крым. Мы посетим юг России, посетим города воинской славы и города героев. Проекты будут принимать на темы молодежь для ветеранов, молодежь для памяти Победы, молодежь для истории. Алия Харудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня. Программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.